Кремлевские пропагандисты распространяют очередной фейк. Якобы Украина предприняла ракетную атаку на Курскую АЭС. Конечно, никто не бил по АЭС. В этом нет никакой целесообразности. Россия не показывает какой-то пожар в Курчатове, и на видео есть взрыв на земле. Причем тут обстрел АЭС. Она далеко. Ничего общего с атакой на Курскую АЭС нет. Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины в Телеграм. Тем временем Россия продолжает обстреливать свои же территории. Под массированные атаки российской армии попадают даже те населенные пункты, где нет украинских военных. Пострадал. Будем уходить. Окна выйдет и все. Ну это ж не украинцы. Ну это наши, наверное. Наши стреляли. Я-то думаю. Враг продолжает уничтожать собственное население и собственную инфраструктуру. Сегодня по городу Суджа были нанесены три авиационных удара, управляемыми авиабомбами. Вследствие чего уничтожены ремонтные заводы, уничтожены дома мирных жителей. Пока российская армия продолжает уничтожать свои же территории, украинские военные обеспечивают людей едой, лекарствами, решают проблему с электроснабжением, помогают местным жителям связаться с родственниками. Вас ищут. Мне я вот. А что мне искать? Родственники ищут. Не я ищу. Родственники? Да. Что случилось? Ваша дочка как зовут? Люда. Людмила Вилюханова. Вилюханова. Люда, дочечка, я твоя мама. Живы-здоровы, не волнуйся. Ребятки нам помогают. Все, и продуктов у нас много. Украинские военные сейчас сосредоточены на двух задачах, поясняют эксперты. Первая – удержать подконтрольные ВСУ территории в Курской области. Вторая – расширить плацдарм, в частности, в Глушковском районе. Наступательные действия и операции, которые не прекращаются время от времени в юго-западной части Курской области, это Глушковский район, где я хочу напомнить, после того, как российские войска осуществили попытки неудачной контрнаступательных действий в районе Коренева, украинские войска, в свою очередь, ответили тем, что с территории Сумской области также осуществили прорыв еще в двух местах на территории Курской области. На сегодняшний день там продолжаются боевые действия. Российской Федерации нужны десятки тысяч военных, чтобы сдерживать ВСУ в Курской области. И еще больше, чтобы вытеснить, уверены аналитики. Присутствие украинских войск в Курской области, судя по всему, существенно усложняет расширение оперативных резервов России. Российское военное командование добивается того, чтобы эти резервы участвовали в определенном приоритетном секторе, вместо того, чтобы распределять войска по всему театру военных действий. Это указывает на то, что речь о резервах оперативного, а не стратегического уровня. Из отчета Института изучения войны. Российское командование вынуждено перебрасывать войска с других участков фронта. В данный момент группировка российских войск на Курском направлении насчитывает от 40 до 60 тысяч человек. Пока попытки оказывать давление на силы обороны Украины с северного, восточного и западного флангов ожидаемых результатов не принесли. А нехватка живой силы ставит под вопрос реализацию приказа Путина освободить Курскую область в кратчайшие сроки.